Всем привет! С вами Регина и вы на канале Вегмир. Друзья, мы открываем на нашем канале новый раздел, который будет называться «Здоровье. Полезно знать». В мире существует множество факторов, влияющих на здоровье человека. Мы сталкиваемся с ними каждый день и даже не задумываемся об этом. В этом разделе мы будем рассказывать вам о том, на что нужно обращать внимание в обычной жизни для сохранения своего здоровья. От нюансов в выборе продуктов питания до правильной организации жилого пространства. Полезной информации будет много. Этот раздел мы хотим начать, пожалуй, с самой актуальной в современном мире проблемы. С пластика. Пластик проник во все сферы нашей жизни. При неправильном использовании он оказывает сильнейшее негативное влияние на здоровье человека. Мы очень советуем отнестись к этому видео с большим вниманием, чтобы оградить себя и своих близких от болезней, которые вызывает использование пластика. Итак, вред пластика для окружающей среды и человека в наше время является одной из крайне острых проблем. Практически каждый знает о том, что данный материал загрязняет экосистему нашей планеты, но мало кто перестает активно им пользоваться. Пластмассовые вещи легкие, удобные и недорогостоящие. Это основные причины, почему не возникает желания избавляться от них. Большинство людей не углубляется в изучение вопроса о том, какие именно вещества выделяет пластик и каково их влияние на здоровье человека, животных, состояние воды, почвы и воздуха. В этом видео мы подробно коснемся этих тем, выясним, в чем заключается вред пластика для окружающей среды и здоровье человека, а также рассмотрим, как эти вещества действуют. Сложно выделить, какие из них оказывают больше негативного влияния, поэтому порядок их рассмотрения не связан со степенью опасности для здоровья. Рассмотрим самые вредные вещества для здоровья человека, содержащиеся в пластике. Фталат Фталат выделяют изделия из полиэтиленты рефталата ПЭТ при вторичном использовании и из поливинилхлорида ПВХ при первичном использовании. Именно фталат делает материал пластичным и гибким. Существуют разные виды данного элемента, часть которых запрещены в некоторых странах из-за сильной токсичности. Но в Российской Федерации пока ограничений нет. Многие даже не подозревают о том, что окружающие их предметы из пластика содержат большое количество фталата. Люди не задумываются о негативном влиянии этого вещества на здоровье. Его не видно, нельзя почувствовать, поэтому истинный вред скрыт от человека. Присутствует фталат в очень многих изделиях. Игрушки, разнообразные упаковки, косметика, особенно лаки для ногтей, парфюмерия, шампуни, антиперспиранты, ковры, настенные покрытия, оконные рамы, натяжные потолки, строительные материалы, трубы, шланги, обивки для автомобилей, медицинское оборудование и прочее. При этом в составе продукции вредное вещество часто маскируют под словами «одушка» или «ароматизатор». Самый большой вред пластика, содержащего фталаты, для человека проявляется в том, что они накапливаются в теле. Чем его больше, тем опаснее действие токсинов. Могут возникать очень тяжелые последствия. Фталат незаметным образом вызывает сбои в работе многих систем организма. Гормональная, эндокринная, половая. Это вещество нарушает работу печени и легких. Фталат в теле человека становится идентичным по структуре половому гормону эстрогену. В мужском организме он способен подавлять выработку тестостерона, а в женском приводит к заболеваниям молочных желез и яичников. Также большие накопления фталатов являются причиной бесплодия. Особенно опасно воздействие этого вещества на состояние здоровья будущих детей у беременных женщин. Хоть плацентарный барьер является достаточно сильной защитой, но фталат способен проникнуть сквозь него. Таким образом он может нарушить развитие репродуктивной системы зародыша. В том числе возникают сбои в нормальном течении беременности. Ученые из США выяснили, что если в крови будущей матери содержится большое количество фталатов, то это вызывает нарушения в психофизическом состоянии потомства. Это часто проявляется в особенностях поведения, которые свойственны человеку противоположного пола. Ученые разных стран проводили ряд исследований, в процессе которых выявили, что большое содержание фталатов в крови обнаружено у детей, страдающих астмой и лишним весом. Бисфенол-А Как и у фталата, действие этого бисфенола-А абсолютно незаметно, но крайне опасно. Его выделяют изделия из поливинилхлорида , а также из поликарбоната при нагревании. Увеличение температуры, особенно свыше 60 градусов по Цельсию, вызывает переход вещества из пластикового предмета в жидкость или другое его содержимое. Бисфенол-А позволяет придавать материалу жесткость. Это вещество просто синтезировать и оно является достаточно дешевым, поэтому применяется очень часто при производстве пластмасс. Из них, в свою очередь, изготавливают различные контейнеры пищевые и непищевые, бутылки, в том числе для детского питания, спортивные принадлежности, медицинские инструменты, линзы для очков, автомобильные детали, покрытие, клеи и прочее. Распространено применение бисфенола-А при изготовлении стоматологических материалов, например, пломбы для зубов. Также этот элемент является антисептиком. Антисептик – это вещество, убивающее бактерии, поэтому его свойствами пользуются в медицине, ветеринарии, при обработке каких-либо поверхностей. Например, часто наносят на внутренние стенки консервных банок для длительной сохранности их содержимого. Последнее время бисфенол-А стал активно применяться при изготовлении термобумаги под чеки для кассовых аппаратов, банкоматов, электронных терминалов. Особый бред пластика для здоровья человека от указанных выше материалов заключается в том, что содержащийся в них бисфенол-А, как и фталаты, имитируют структуру гормона эстрогена. В теле данное проявление вызывает сбои в репродуктивной системе, в психофизическом поведении людей. Также вещество способно проникать через плаценту, нарушая нормальное течение беременности и здоровье будущего ребёнка. Что касается детей, то в их организмах бисфенол-А влияет на половые функции. У девочек происходит ускоренное созревание, у мальчиков идёт обратный процесс. Также большие накопления в теле бисфенола-А активно способствуют развитию раковых заболеваний, изменяют структуру ДНК, вызывают наследственные мутации, нарушают работу мозга, чем способствуют задержкам в развитии и аутизму. Большое содержание вещества в крови часто связано с появлением сахарного диабета, ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также щитовидной железы и печени. Учёные из НИИ «Экология человека и гигиены окружающей среды» имени Сысина, расположенного в Российской Федерации, доказали, что пластиковые изделия, содержащие бисфенол-А, не переводят его в холодную воду, которой их наполняли. Но стоит немного нагреть бутылку или контейнер, вещество начинает активно заполнять содержимое. Нельзя помещать в эти изделия горячую воду и пищу. После 2-3 промываний тары водой бисфенол-А перестаёт переходить из пластика в жидкость. Но стоит помнить, что в дальнейшем она отправится со сточными водами в окружающую среду. Механические повреждения, то есть царапины, способствуют тому, чтобы вредное вещество начало активно выделяться из изделия. Поэтому лучше им больше не пользоваться и утилизировать. В бутылки из поликарбоната нельзя наливать спиртосодержащие напитки, так как бисфенол-А активно ими вымывается. Даже при низких температурах. Как и ацетоном, ледяной уксусной кислотой, эфиром, бензолом. Также при длительном хранении любая жидкость в такой таре со временем наполняется токсинами. Материалы, не содержащие бисфенол-А, помечаются знаком БПА-ФРИ. К ним относятся, к примеру, тритан. Евросоюз запретил использовать бисфенол-А при производстве детских бутылочек. Во Франции делают упаковку для пищевых продуктов только БПА-ФРИ. В Дании бисфенол-А запрещен для изготовления игрушек, детской посуды, упаковки под пищевые продукты, детское питание. Канада, некоторые штаты США и Израиль отказались от вредного вещества для изготовления детских сосок и бутылок. В Японии запрещено покрывать изнутри консервные банки бисфенол-А. В Российской Федерации не существует ограничений по использованию продукции, содержащей данный яд. При этом уже для всего мира очевидно, что вред пластика для человека крайне велик, особенно включающего в состав бисфенол-А. Формальдегид Формальдегид – это бесцветный токсичный газ, который является побочным продуктом сгорания. При нагревании свыше 100 градусов по Цельсию, а также в процессе разложения, его выделяет пластик HDPE, LDPE и полипропилен. Данное вещество имеет резкий запах. Наиболее заметен он бывает в магазинах мебели или при покупке новых предметов интерьера. Это связано с тем, что водный раствор формальдегида часто используют для изготовления различных изделий из спрессованной древесины. Также вещество является консервантом, поэтому нашло применение при производстве косметических и пищевых продуктов. В Российской Федерации было определено 5 классов опасности по свойствам вредных элементов. Единица – самая высокая опасность, 5 – самая низкая. Формальдегид относится ко второму уровню. Тем не менее, в нашей стране ограничение по количеству данного вещества в различных изделиях выше отметок других государств. Из-за содержания формальдегида вред пластика для человека всё больше возрастает. Хоть это вещество активно выделяется при нагревании, оно может наполнять воздух, особенно влажный, если пластмассовое изделие было недавно изготовлено. Чем больше таких вещей в доме, тем выше содержание токсичного газа. Со временем он выветривается из помещений предметов, например, из мебели через 6 месяцев. Но всё равно не полностью. Формальдегид способствует раздражению кожных покровов, слизистых оболочек глаз, носа. Исследования учёных доказали, что токсичный газ нарушает работу нервной системы, провоцирует мигрени, астму, упадок сил, судороги, апатию. Острое отравление формальдегидом может проявляться через конъюнктивит, бронхит, отёки гортани и лёгких. При этом в большой зоне риска находятся дети, которых очень часто окружают предметами из пластика. Диоксин. Диоксин – это ядовитое вещество, которое выделяет ПВХ – поливинилхлорид при сжигании. Также его очень много образуется от деятельности металлургических и бумажных заводов. Чем вреден диоксин? Самая большая опасность его заключается в том, что он очень устойчив после распространения в окружающей среде и организмах. Эти вредные соединения могут не распадаться столетиями. Попадая в человеческий организм, они тоже накапливаются. Диоксин нарушает работу репродуктивной, иммунной, гормональной систем. Все железы подвержены опасности, выраженной в прекращении нормальной выработки гормонов, которые являются крайне важными элементами в жизнедеятельности каждого организма. Эти нарушения могут вызвать сахарный диабет, бесплодие, отставание в умственном и психическом развитии. Токсичное вещество активно способствует развитию рака и патологических изменений. Учёные из США провели исследование в 1998 году, которое показало, что взрослый американец в среднем имеет в своём теле показатель диоксина, равный 13 нанограммам на килограмм веса. Это значение не вызывает резкие и серьёзные нарушения в работе системы организма, но говорит об очень высоком риске для здоровья. К примеру, летальный исход может наступить при диоксиновой нагрузке от 96 до 3000 нанограмм на килограмм. Токсичные вещества, которые мы рассмотрели, это лишь часть всего вреда пластика для человека. Также существует и ряд других ядов из этого материала, действия которых не менее опасно для здоровья живых организмов. Например, стирол, винилхлорид, кадмий и другие. А теперь давайте рассмотрим, какой вред пластик наносит окружающей среде. Человек является частью всей экосистемы Земли, поэтому любое влияние, оказываемое на состояние окружающей среды, напрямую сказывается на здоровье людей. Загрязнение воды и воздуха ведёт к появлению болезней как у взрослых, так и у детей. Поэтому так важно понимать тот вред, который мы порой неосознанно наносим в природной среде. Мельчайшие частицы пластика могут попадать в организм человека, даже если он не пользуется предметами из этого материала в повседневной жизни. Дело в том, что эти крошечные элементы и вещества встречаются уже почти везде. В воде – попадают туда со стоком жидких отходов. В воздухе – образуется после сжигания пластикового мусора. В почве – из воздуха, воды и захоронённых отходов. Особенно сильными бывают загрязнения в городской зоне. Если она расположена рядом с огородом, на котором выращиваются овощи и фрукты, то они подвержены атаке вредных веществ, которые содержатся в почве, воде и воздухе. Чем дальше от города находится домик в деревне, тем лучше. Очень часто можно видеть, как пластиковые бутылки, посуду и прочие предметы сжигают прямо в кострах после, например, отдыха на природе. Люди думают, что таким образом они избавляют окружающую среду от отходов. Но это большое заблуждение. Ведь сжигание мусора данным способом вызывает образование огромного количества летучих веществ, загрязняющих воздух, почву, воду и все живые организмы вокруг. Например, диоксин после сжигания пластика сохраняет свои токсичные свойства годами. Из воздуха он попадает в воду и почву. Растения накапливают его в меньшем объёме. А некоторые даже способны нейтрализовать этот яд. Например, комнатное растение диффенбахия. Но вот организмы животных, особенно морских обитателей, наполняются диоксином без возможности его вывода. Человек, употребляющий в пищу мясо и рыбу, накапливает в своём теле сильнейший яд. И со временем он начинает своё разрушающее действие внутри организма. Таков невидимый вред пластика для человека и окружающей среды. Когда люди покупают предметы из пластика, они первым делом промывают эти изделия. Так вымывается довольно объёмная часть токсинов. Но далее эти яды отправляются со сточными водами прямо в водоёмы, загрязняя не только их, но и почву, растения, организмы животных. Это касается соединений, которые не видны человеческому глазу. А сколько крупного пластикового мусора плавает в морях и океанах? Морские обитатели часто по ошибке проглатывают пакеты, попадают в удушающие ловушки из разных отходов. Так постепенно сокращается численность не только редких видов, но и всех животных в водах Мирового океана. Таким образом, каждый раз используя пластиковые вещи в своём обиходе и выбрасывая или сжигая их после использования, мы причиняем колоссальный вред окружающей среде и тем самым создаём огромный риск для собственного здоровья. Но в наших руках исправления данной экологической ситуации мы можем целенаправленно снизить количество используемых токсичных материалов, заменить одноразовые изделия многоразовыми и тем самым улучшить экологическую обстановку в современном мире. В следующем видео мы рассмотрим виды пластика, типа его маркировки и какие вещества выделяет тот или иной вид этого материала. Ссылка на ролик появится после его публикации в подсказках. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!